привет друзья меня зовут назар давыдов человек которому нужен особенно в турции тем более если вы хотите узнать чего не стоит ни в коем случае делать курсы подписывайтесь ставьте лайки или дизлайки и делитесь этим видео ну что поехали что же нельзя делать турции нельзя многого делать турции как и в каждой стране есть свои ограничения но есть не только ограничения связанные с законом но и с морально-этическими нормами так вот алкоголь носить открытый алкоголь распивать его в каких-то исторических местах нельзя не только по закону но и по морально-этическим нормам турецкой республики например ходить в историческом какой-нибудь красивом месте и распивать алкоголь это верх неприличие и вам наверняка сделают замечание обычные граждане поэтому нельзя так делать будь добры помедленнее я записываю еще один очень важный пункт в турецкий дом нельзя входить обуви и он таким образом оставляют снаружи конечно если у вас не давайте посмотрим вместе это большая вилла такие даже угодья которые стоят от миллиона долларов я сам недавно так узнал что именно такие большие будет называется я вот там принято ходить в обуви потому что губернат и уборщики всевозможные садовники вот в обычной турецкой квартире вот все оставляют обувь при входе поэтому забывайте обувь и нельзя входить к туркам в обуви все оставляется за пределами их жилища это тогда что такое обувь обувь моя обувь а это только твоя обувь я чё женат на сороконожке совсем рядом здесь живет мой товарищ и я чтение к хожу к нему в гости и недавно у нас была дискуссия на предмет того отказываться или нет если тебя приглашают в гости он турок и вот что я хочу сказать друзья следующий пункт это совершенно точно пункт гласящий друзья нельзя отказываться от угощения если вам приносят соседи и нельзя отказываться если вас зовут в гости да да дело в том что так сложилось исторически ты среди это связано что гость это большая честь для хозяина это человек который послан с лишним и нужно относиться к нему соответственно ну а вам друзья это хороший момент окунуться в культуру в быт поэтому не отказывайтесь ходите обсматривайтесь и я уверен что вы найдете себе хороших друзей из числа турецких граждан по поводу явст то тут очень много религиозных праздников и турки считает своим долгом принести соседям всякие сладости плов и так далее много всяких блюд которые разносят по соседям пожалуйста не отказывайтесь потому что они могут воспринять это за личное оскорбление но когда будете возвращать обратно пустую тарелку но задумайтесь о том и вспомните меня что пустую тарелку отдавать нехорошо положительно при этом конфетки или еще что-нибудь уверен что у вас таким образом завязываться дружба но остальное уже дело житейское разберетесь объемы там в черном пакете важный момент друзья если вы приходите в турецкий дом в доме только женщины хозяина дома нету ты год мужчины не заходите это может быть потом проблема если уж крайним случаем нужно зайти то вы обязательно оставляйте такую вот щель и то есть даже сантехники и другие работники когда приносят в этом воду или газовый баллон или приходим монтировать там стояк то они заходя внутрь и видя что нету мужчины они сначала так вот это спрашивают точно может зайти да да пожалуйста а потом крайне заходят они не закрывают до конца двери такие особенности так что знаете там где женщины мужчины не входит без хозяина следующий пункт жесты неправильные жесты за которые можно слопотать долго чем проблем честно скажу что за те три года моего пребывания в турции которая здесь был я ни разу сам лично не столкнулся с этой проблемой но были случаи с моими друзьями я считаю своим долгом поделиться этой информацией и так в каждой стране ну вы знаете есть свои какие-то жесты которые приняты использовать в приходе пока вы на сто процентов не знаете как в турции все это работает лучше ничего не делается потому что есть свои нюансы например то что мы говорим ставьте лайки или дизлайки ты год вот этот жест который вытянутый палец вверх лайк здесь не очень культурный вот и окей которые американцы очень любят здесь тоже является но таким не очень скажем там хорошим и навряд ли ваш визави с которым вы общаетесь и показывать такие вещи обрадуется поэтому будьте осторожны и не используйте язык жестов с турками нельзя садиться с незнакомой женщиной девушкой девочкой рядом это касается особенно международных поездок междугородних поездок в общественном транспорте вот например даже когда вы приобретаете онлайн билеты на автобус там указывается где вы если вы мужчина можете купить билет там где нельзя ставится что здесь хоть и не куплен здесь сидит женщина поэтому должно быть расстояние иначе говоря по культурологическим моментом нельзя рядом находиться с женщиной даже вот в парке например если вы идете и вам захотелось присесть вот такие дети уставшие присаживайтесь а тут оказывается сидит женщина нельзя женщина уходить и уходить нельзя нам рядом сидит это конечно была разыгранная сценка но тем не менее нельзя вот так вот идти и присесть рядом с незнакомой турецкой женщины это может вылиться вам боком друзья следующий пункт очень важный потому что это может сберечь вам до нескольких лет вашей жизни да не удивляйтесь итак друзья следующий пункт нельзя хватать все и вести с тех мест кого пошли на экскурсию имеется ввиду какие артефакты вот например мы идем такой красивым месте видите за моей спиной алания лежит а это камень который хочется взять чтобы потом вспомнить об этих прекрасных местах мы берем и потом идем на посадку нас досматривают и находят этот камень и что же вы думаете может произойти с очень просто помимо штрафа вас могут посадить даже в тюрьму потому что незадачливого хозяина этого камня который привез его какие-нибудь там руин могут арестовать за то что вывозят артефакты ну в крайнем случае вас задержат до выяснения является ли этот камень каким-нибудь архитектурно важным наследием турецкой культуры она вам надо поэтому ни в коем случае нельзя ввозить никакие религии или даже камни с мест где вы гуляете посадят вора в чан с дерьмом будьте очень осторожны с знакомствами друзья это касается большей мере мужчин молодых парней у которых кровь бурлит и они хотят познакомиться с турчанкой к примеру если приехали на отдых хочу пригласить речь будьте осторожны потому что вы можете нарваться здесь на проблемы что очень тонкая грань между знакомством и и домогательством если вы чуть-чуть перегнете палку и будьте слишком навязчивой даже в помощи то вы можете попасть мало того что в полицию так еще вам могут предъявить претензии многочисленные родственники девушки да да культурологическое явление таково что здесь девушка женщина принцесса и вся ее многочисленная родня за нее горой поэтому будьте очень внимательны к тому как вы предлагаете свою помощь даже тогда потому что закон на их стороне на женской мы просто житейские каноны общества поэтому друзья будьте осторожны конечно любовник не отменял и если вы хотите познакомиться познакомиться знакомьтесь но думайте как это правильно сделать если вы откажетесь они вас заряжут категорически нельзя подходить знакомиться и флиртовать с девушками потому что это может выйти вам боком девушка ну что там показывают вот так вот делать нельзя потому что можно угодить за решетку можно еще склопотать по физиономии от родственников поэтому будьте пожалуйста бдительны и не ознакомьтесь на улице ну или по крайней мере будьте осторожны аллане курортное место которое любит не только за границы турции но и самой турции теперь о важном пункте которое должен знать каждый кто приобретает недвижимость в турции ко мне обращается большом количестве мои друзья и вы подписчики с вопросом где как что приобрести для того чтобы инвестировать или переехать жить и вот есть очень много людей которые приобретают недвижимость для того чтобы ее потом сдавать так вот вы должны знать что вы не сможете сами ее сдать если вы не будете юридическим лицом и не будете иметь соответствующее разрешение поэтому на короткосрочную аренду можно сдавать только со спец разрешением скажем так не вдаваясь подробностям кому интересно пишите я все расскажу более подробно и у меня есть видео каталог недвижимости есть актуальные предложения на тему недвижимости ну а все остальное я думаю вы так знаете исходя из того что турция открыто в своих ресурсах заявляет о тех или иных моментах связанных с документооборотом так вот в этом пункте хочу еще раз всем напомнить что нельзя сдавать свою недвижимость на короткосрочную аренду без соответствующих документов вот так что вот знаете красота да смотрю в очередной раз радуюсь тем видом которые передо мной тут растираются посмотрите сами все лишь одну леру стоит так что приезжайте сами посмотрите поделись своим опытом и своим мнением что же еще я не отразил обязательно подписывайтесь ставьте лайки и дизлайки проходите по ссылке в описании к этому видео и узнаете где расположен мой телеграм-канал instagram вконтакте одноклассники все другие соц сети которые помогут вам разобраться при выборе недвижимости если вам понадобится но все остальное вы думаете так знаете если смотрите мой канал есть нет то скорее подпишитесь дин-дон-дэм асалама и долги легли но наконец просто чао